В этом ролике я расскажу вам о неудачном опыте инвестирования, о том, как могут поступить с вами как с инвестором псевдоуправляющие и о том, как защитить себя от таких ошибок. Я озвучу 5 составляющих, на которые обязательно надо обратить внимание, а те, кто досмотрит до конца, обязательно узнают тщательно скрываемую правду о ведущем одного канала. Свой ролик я построил на абсолютно реальной истории, которая произошла недавно. Документы, которые будут опубликованы, реальные, но именно вымышленные. Советую посмотреть описание к этому ролику, там вы найдете все используемые материалы и не только. Итак, произошла эта история совсем недавно. С марта по май. Да, увы, 3 месяца продлилось сотрудничество между инвестором и управляющим. На просторах ютуба есть один канал, автор которого делает то ежедневный, то не совсем ежедневный обзор рынка Форекс. Давайте будем называть его Майка. И к этим обзорам лично у меня всегда было много вопросов, потому что Майка не имеет никакого понятия о рынке. Однако, он это делает для того, чтобы получать доход от платной подписки на торговые сигналы, денежку по реферальной программе от одного из самых привлекательных в этом плане Форекс-бурокеров, а также нет-нет и инвестору он какого-то помурыжит и комиссию с него заберет. Давайте на примере истории Майки разберем, на что стоит обращать внимание при выборе управляющих. Первое. Обратите внимание, а нет ли признаков тесного сотрудничества с какой-либо организацией. Например, наш Майка – отъявленный партнер одного Форекс-брокера. Через реферальные ссылки партнер перенаправляет свою аудиторию к конкретному брокеру и получает вознаграждение, если клиент открывает счет и торгует на нем. Большинство брокеров мотивирует своих партнеров, чтобы их привлеченные клиенты торговали максимально много, тем самым платя большую комиссию. И как вы думаете, это выгодно? На личном примере сказать не могу, потому что не действует так. Но если каждый раз упоминать о супернадежном брокере, сесть на видео на фоне логотипа этого брокера, то можно зарабатывать на этом в диапазоне от 300 до 4000 долларов в месяц. А если вы взяли в управление чей-то счет, зарегистрировали по своей реферальной программе, то это просто беспроигрышная тактика. Торгуешь в любую сторону и главное большим объемом, и гарантированно получишь комиссию от Форекс-брокера. А если еще и повезет, и ты не сольешь, то и комиссию от инвестора. А что? Вполне рабочая схема. И поверьте мне, всем абсолютно все равно, заработать вы на рынке или нет. Главное, чтобы торговля была максимальным объемом. И у меня есть все основания полагать, что майка и так работает в том числе. Второе, и наверное самое главное, риски. Торговля на любом рынке, будь то биржа или форекс, всегда сопряжена с большими рисками. Где-то больше, где-то меньше. На Форексе риски большие, и на срочном рынке риски также большие. На фондовом рынке и рынке облигаций риски меньше при определенных условиях, но они также есть. И самое главное, риск всегда несет хозяин денег абсолютно везде. Если вы вкладываете в бизнес риски ваши, если вы вкладываете в акции риски ваши, если вы отдаете в управление риски ваши, а если потенциальный управляющий гарантирует, что счет ниже какого-то процента не просядет, а если и просядет, то будет какое-то возмещение, то это все ложь. Ложь, созданная для того, чтобы вселить некую уверенность в инвестора и поселить в нем ложное чувство безопасности. Я с этим сталкиваюсь часто, потому что я говорю это сразу потенциальным инвесторам, и люди часто отказываются от моего предложения и уходят, знаете куда? Туда, где им дают ложное ощущение безопасности и, может быть, даже гарантии. И для пущей уверенности управляющий предлагает вам заключить договор либо соглашение. При этом соглашение-то абсолютно липовое и не регулируется законом Российской Федерации. Пожалуйста, выписка из одного судебного дела. Согласно позиции Минфина Российской Федерации, изложенной в письме от 23 июня 2005 года, все сделки с валютой на рынке Форекс это биржевые игры. Биржевые игры, как разновидность игр и пари, относятся по гражданскому законодательству к рисковым сделкам, осуществляемым участниками игр и пари на свой страх и риск. Я допускаю, что есть вещи, которые должны быть обязательно прописаны, для того, чтобы не было недопониманий. Но что делает наш майка? Пожалуйста, выписка из договора между инвестором и майкой. Пункт номер 3.1. Максимальный размер рискового капитала равняется 40%. 3.3. В случае превышения размера рискового капитала, трейдер обязан возместить инвестору сумму в размере, превышающую рисковый капитал. И тут же, в этом же договоре, пункт номер 6.3. Стороны согласны, что финансовые риски, связанные с работой трейдера на счете инвестора, принимает на себя инвестор. То есть, в одном пункте договора он говорит о гарантиях и о том, что он будет выплачивать в случае, если рисковый порог будет превышен. И в этом же договоре, в другом пункте прописывают, что все риски на инвесторе. А знаете, что он сделает, если сольет? Заблокирует вас. И ничего вы от него не получите. Потому что суд не признает такие договора. И более того, на нашу умайку в суд уже подавали 4 года назад. И все закончилось вот этой строчкой. Поскольку предметом договора между сторонами являлось сведение в интересах истца биржевой игры, денежные средства, фактическое владение ответчику не передавалось. А по гражданскому законодательству Российской Федерации, требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, или с участием в них, не подлежат судебной защите. Третья составляющая. Портфолио. Стоит понимать, что управление активами это прежде всего услуга. То есть, один человек, используя соизнание и умение, помогает другому человеку увеличить объем капитала. И за успешное оказание этой услуги следует вознаграждение в виде комиссии. Это как водитель такси, который перевозит из пункта А в пункт Б пассажира и получает по окончанию пути вознаграждение. С чего вдруг водитель такси решил, что он может оказывать такую услугу? А с того, что он обладает автомобилем, документами на право управления, некоторыми навыками и опытом и ориентацией в городе. Вот почему. И управляющий так же. Но если в навыках вождения усомниться сложно, так как это не сверхтяжелая задача, то умение успешно управлять активами нужно подтвердить. И если кто-то утверждает, что он человек, обладающий необходимыми навыками, то пусть он это продемонстрирует для вас, как для потенциального инвестора, любым удобным и объективным способом. Сегодня куча независимых сервисов, которые могут мониторить некоторые счета. Попросите кандидата в управляющего показать, что он уже наработал. И бегите от него, если слышите какой-то бред и отмазки. Если показать нечего, значит, скорее всего, за словами человека ничего не стоит. Наш майка уверенно сливается после того, как речь заходит о каких-либо доказательствах, либо просто блокирует. Четвертое. Доходность. Большинство тех, кто приходит на тот же рынок Форекс, приходит через рекламу, которую уверенно заявляют о небывалых процентах прибыли. И как завлечение это работает шикарно. Но вы должны понимать, что невозможно иметь доход более 20% в месяц. Я лично считаю, что 1,5-8% в месяц это очень хороший доход. А если вы все же доверились человеку и он показал вам огромный доход, знайте, этот человек нагружает очень сильно депозит, чтобы излечь максимальную прибыль, получить свой процент, а дальше как получится. Ведь риски-то он не несет. Наш майка показал доходность более 70% за месяц. А в переписке с инвестором до этого сам заявлял, что увеличить в 3 раза счет это 1,5 года работы. Да с его-то показателями за 3 месяца счет можно увеличить в 5 раз. Но получилось иначе. Однако после такой доходности у любого инвестора снесет крышу. И мало кто откажется от такого управляющего. Хотя самое верное решение это осознать, что это везение, и что оно вот-вот закончится. Поэтому надо забирать то, что есть, и валить. Я надеюсь, что ты, мой зритель, научишься именно на чужой ошибке. Пятая составляющая. Комиссия. Возвращаясь к тому, что управление это услуга, отмечу, что предоставлять эту услугу логично, как дополнительный вид заработка. Ну, например, вы обладаете стратегией и умением, которое позволяет вам на вашем счете зарабатывать 5% в месяц. И тут вы решили подработать на этом. Как? Делать то же самое на привлеченных средствах. При этом вы отдаете отчет, что все риски на инвесторе. Вы просто делаете то же самое, что и у себя. И вот подумайте, если успешный управляющий просит 50% от прибыли, это не наталкивает вас о том, что он хочет заработать на вашем счете, а не оказать услугу. Для меня это прямой сигнал к тому, что этот человек не имеет своих средств, а жить планирует с комиссией от прибыли на счете инвестора, ответственность по которому он не несет ни при каких ситуациях. Либо, что еще хуже, будет работать по какой-то другой, более защищенной схеме. Итак, я рассказал вам 5 важных составляющих, на которые я вам советую обращать внимание. И мы выяснили, что наш майка в своей деятельности имеет все признаки сливала. Первое, это обещание возмещения просадки сверхустановленного лимита, которые ничем не обеспечены, и тут же указание на одностороннюю ответственность. Второе, привлечение клиентов в определенную фирму, где имеется собственный финансовый интерес. Третье, отсутствие всяких подтверждений об успешности и просто игнорирование запросов. В-четвертых, выдача чужих результатов за свои. Дело в том, что в некоторых видео майка демонстрировал реальный счет, с которого как бы было снятие. Но на самом деле, со слов уже попавшего на это дело человек, счет это не его, а других трейдеров, которые предоставили пароль инвестора для привлечения инвестиций. А майка просто зашел под этим паролем и выдает их счет за свой. Пятое и самое интересное, об этом узнают те, кто досмотрел до конца. Наш майка всегда говорит, что у него дофига денег, и он чуть ли не миллиардер. Но майка вовсе не майка. Он прикрывается вымышленной фамилией, потому что в действительности этот человек имеет миллионные долги по некоторым исполнительным листам. 46 исполнительных производств на сумму более полутора миллиона рублей. Из них только в ГАИ на 30 тысяч. И получается, что наш майка не миллионер, а настоящий антимиллионер. И еще чуть-чуть и его порш, которым он так горд, можно будет сдавать за долги. Возможно, ты, мой зритель, рассердишься, что я занимаюсь поливанием грязью. Обычно, да, мне это не свойственно. И я хочу попросить прощения у тебя за это. Изначально я хотел просто писать вещи, на которые стоит обращать внимание при инвестировании. Просто попался случай, который не только в теории, но и на практике может показать вам, как оно может быть. И еще кое-что. Как я уже говорил, торговля на рынке сопряжена с риском. И, наверное, у каждого трейдера и управляющего со стажем есть слитые счета. Это как у каждого хирурга есть собственное кладбище. Но одно дело, когда человек действительно прилагает усилия. И совсем другое, когда используются разные схемы, где один наживается за счет другого. Все на этом. Пока.